здравствуйте вы на канале мурашкин григорий та жива миниатюра и сегодня в осмотре у меня домик из спичек очередной который пойдет в композицию это сарай краткий обзор сначала сделаю как всегда буду теперь по такому принципу действовать значит кратенький обзорчик значит идет вообще он на несколько секций это целый комплекс хозяйственных построек идет сначала вот собственно говорят тут сарай проход и на три отсека для скотины в этой стороне мастерская ну и тут такие небольшие навесики вот так как это век 19 то естественно там пол должен быть глинобитный так что никакой пока никакой подставки нету и эти столбика гуляют вот немножко под навесом но это пока не вырезал подставку но это будет ближе к концу к тому когда буду делать композицию задней стороны дрова дрова дровник под навесом и курятник также видно дверку на чердак она открывается туда тоже есть окна окно в курятник маленькая 2 в мастерскую я наверное не показал дверки вот тут в коридор который идет к скотине тоже два окна стоит сказать также в кратком обзоре что я сделал так что можно заглянуть на чердак покажу в длинной части и можно заглянуть я делаю так чтобы крыши снимались стараюсь и можно заглянуть внутрь и посмотреть что там собственно говоря то что я говорил коридор кормушки у отсеков для скотины ну и там мастерская столы что там еще стеллаж ящики там молоточек ну вот курятник жерди для курей и собственно говоря то где несутся вот такие вот это не стеллажи потому что тут такой вот бортик это они как типа стеллаж тиро ящик так ну теперь я думаю можно поподробнее рассказать так ну давайте я сейчас закрою так закрывается но тут все легко пазики засовываются вот все закрыл давайте начнем с крыши крыша тут интересно хоть я делал тогда примитивненько ну в общем шоу как сделано по центру я делал стойки по центру вот этой вот как раз нацираема где скотина и на них вот такую поперечную балку а на них уже вот эти вот спички которые они имитируют тез тез это клали в лесистые местности на крыше вместо там соломы или камыша черед и других каких-то материалов клали вот такую вот такие вот балки ну доски условно их тесали топорами потому и называлась стесом значит ну смотрите спички подбираются они кладутся на основу вот эту балку да но над балкой у меня идет такая доска типа и они все вплотную примыкают к этой доске с этой стороны немножко будет видно и сверху типа как конек тут он не совсем такой как я сейчас делаю но все таки я думаю что конструкция крыши ясной да и кстати на чердак клали солому раньше то есть это тоже помещение не пустовало вот как и сейчас в принципе сейчас тоже закидывает на чердак всякую солому и так далее до дверка вот открывается на я показывал как я этого добился без изоленты кто смотрел там у меня есть целое видео про двери подборка видео значит она может открываться несколько десятков раз туда-сюда я мазала тут вот клеем типа вот такого какого-то не важно как он называется важно чтобы он в сухом виде высохшем он тянулся за счет этого достигается то что дверка открывается ну опять же таки если брать вот такой дом вернее такую дверку то тут изолента в качестве петель про эти двери я снимал недавно видео выложил значит такие двери могут открываться сколько угодно пока изолента не сдохнет не провется или шо ну многократное открывание да вот тут дровник и над ним тоже от крыша из таких вот досок и курятник тоже под досками вот такими туда ведет дверка с ручкой кстати на чердак чё так ручку не сделала надо будет сделать хочу заметить что в принципе я думаю что надо было и я сделаю еще один столбик сюда для того чтобы было более реалистично потому что ну как бы я бы в реальности все-таки столбик сюда сделал ну давайте поехали дальше да вот это вот пристройка видите к ней ведет отдельно крыша вот такая вот ну не ведет а к ней пристроена к старой крыше новая типа такое ответвление так дальше видно окно в курятник я думаю что тогда когда я делал я не знал что на аккуратненько окна закрывают там можно сделать решеточку она кстати без законной раны рамы но очень аккуратно окно это тоже два окна но уже с аккуратная с оконными рамами вот это в мастерскую чтоб светло было так дальше первый навесик идет у нас он тут со столиком и два молоточка там есть этот навесик когда крыша снимается он остается остальные с крышей снимается так тут навесик просто потому что нет нет досточки нет основы то конечно нужно делать основу скором времени да и тут вот до два окошечка вот таких коридорчик с рамами тоже все аккуратненько все классно ничего переделывать не буду разве что чуть-чуть да может быть там стекло в мастерскую поставлю но это уже такое мелочи да и махонькая махонькая окошечка идет на чердачок но да так снимаю этаж мне этаж крышу полностью то получается я показывал как сам настил крыши на чтобы заглянуть в чердачок снимается тут можно целую крышу снять и что мы видим что мы видим вот заезд заход коридор в сарае и также я впервые в жизни делал тогда коробочки вот эти вот кормушечки да кстати вот тут корова ящичек ну вернее кормушечка она на две секции на меньшую большую разделена длинная а тут просто две кормушки туда вот такие вот калитки типа сверху них полукруг такой вот сзади у них две горизонтальные такие ну как укрепления да такие калиточки они там в статичном положении не они не открываются двери на первом этаже все с ручками железными курятник мастерская и вот это вот в сарай сам как это назвать хлев шо ли да вот мастерская что там есть значит вот там видно крышечка крышечка и ящик она типа не сейчас изменю как-то свет так попробую крышечка ящик она типа на ящике да это крышечка так вот аккуратненько сделано также я знаю что тут есть снизу ящик но по сути дело когда если смотреть вернее сверху то его практически не видно или через окно ну через окно еще там можно что-то если знаешь что там ящик увидеть но так он и невидимый да так на улице вот тут столик два молоточка вот меньшенькие большенькие довольно интересно выглядят два этих молоточка сейчас может вот так как то плохо видно вот лучше так столик буквой г там тоже молоточек и можно заглянуть внизу на ножки укрепление столика и там видно курятник типа вот этот стеллаж тире ящик для курей для вернее кочек да чтоб не слизь и жердочки вот оно там так вот сделано жердочки куры к куры чтоб там сидели еще называют двери с внутренней стороны видно давайте двери отдельно покажу вот эти мастерскую сельский вариант двери и вот хлев тоже сельский вариант дверей да вот такой вот сарайчик также сейчас я продемонстрирую сравнение сравню его с другими вот сарайчик отдельно богатые хаты на такой именно там три дела для скотина там лошадь может быть и корова что угодно а вот бедная хата делал на нее обзор вот посмотрите как в принципе у бога выглядит бедная хата на фоне богатого сарая но это скорее комплекс хозяйский до чем сарай но все-таки за счет того что там куча пристроек и так далее да ну в общем этот сарай делался одновременно с амбаром потому у обоих пока еще не открываются двери и окна не застекленные но это я переделаю совершенствую так ну и оба они будут принадлежать к как это сказать ансамблю к хозяйственной части вот этой вот дома двухэтажного который я сейчас делаю ну тут проблема оказалась в пластилине что он плавится летом слишком жарко надо заменять так что это затянулась немножко моя крыша создание крыши у этого дома так ну вот хозяйская постройка сарай очень в общем мне нравится она хоть я ее делал очень давно и многое не умел и многое я здесь делал впервые но очень качественно все сделано особых переделок делать не буду просто немножко там доделаю то что сейчас умею а так все очень достойно круто мне очень понравилось даже вот я взял он там далеко отлежал он взял посмотреть и так мне очень понравилось даже вот разглядывать его просто так ну все с вами был мурашкин григорий до новых встреч